Министру внутренних справ Беларуси Игорь Шуневич наведал наш регион, как в подвести выники уникального эксперимента. Амальгод на базе предприемства «Хутор Агра» в Светлогорском районе реализуется проект по опрацу латкованне былых зняволенных. В студене господарку передали опыт в прадкованне департамента выконания покараннив. При этом раннейший коллектив передовой господарки заховали. И она отримала статус показальной, и с того часу тут началось новое життя. Тему протягнет Евгения Кухаронак. Перед выходом из Светлогорский дом культуры «Червоный трактор». Это не экспонат выставы, а подарунок от Министерства внутренних справ Беларуси предприемству «Хутор Агра». Такая допомога подведомостной господарцы у Знагорода за становочие выники эксперимента. За год тут побудовали несколько вытворчих участков. Створили новые прационные места у тимлику для былых зняволенных и залежных от алкоголя. Свой уклад предприемства унесла и у Агульно-Республиканский каравай. У Министерства обмирковывать махчимо распространение этого проекта на другие регионы страны. Думаю, что все-таки рано или поздно мы этот эксперимент приумножим. Где и как еще говорить рано, потому что надо все-таки несколько сезонов посевной уборочной пройти, чтобы выйти на какой-то ритм и понимать экономику хорошо, и понимать потребность дополнительных этих хозяйств в системе Министерства внутренних дел. Поэтому это вопрос обсуждения и дальнейшего планирования. Становочные выники стали доброй подставой для проведения первых дожинок на предприемстве. Организовали их на передании профессийного свята работников сельской господарки. Самых инициативных и представитых специалистов «Хутор Агра» отзначили подарунками, грешовыми премиями и подяками. В общем, я здесь работаю 11 лет. Работу я свою очень люблю. И желанием хожу на работу. И работаю по совести, чтобы добиться таких успехов. Далейших планов у предприемства шмат, однако во всего есть агульная мета, допомогче белым зневоленным у ресоциализации. Евгения Кухароник, Игорь Маришченко, телерадо и компания «Гомель» со Светлогорска.